Всем привет! Это программа «Весь спорт» и мы ее ведущие Екатерина Назарова и Александр Захаров. Суббота – лучшее время для того, чтобы подвести итоги и вспомнить главные события недели. Ну что, мы начинаем! Сегодня в нашем выпуске. Завершили домашнюю серию и отправились на выезд. С какими проблемами столкнулись игроки трактора? Попасть в пятерку лучших и в Еврокубки. Новый президент волейбольного клуба «Динамо» Метар Виталий Носов о задачах на сезон. Игры «Брикс» в Челябинске. Какие виды спорта увидят южноуральские зрители? На этой неделе хоккеисты трактора завершили домашнюю серию и отправились на выезд. Где уже сыграли в Подольске против «Витязя». А вот после игры в Челябинске с рижским «Динамо» над черно-белым хоккейным клубом сгустились осенние тучи. Болельщики требовали отставки тренера. Какие трудности есть у черно-белых и как, по мнению руководства команды, будут с ними справляться, смотрите в первом репортаже. Это заключительный матч домашней серии трактора против рижского «Динамо». Черно-белые перед третьим периодом проигрывают 1-4. В заключительном отрезке пытаются спасти игру, но в итоге проигрывают 3-4. Хет-триком в матче отмечается игрок трактора Томаш Дика. Мне приятно было получить свой первый хет-трик в КХЛ, но опять же мы проиграли, и я очень расстроен. Разумеется, это было очень приятно, что болельщики скандировали мое имя, но опять же здесь, что имеет значение, это то, что мы проиграли. Следующая игра против одного из лидеров чемпионата – подмосковного «Витязя». И здесь набрать очки не удается – поражение 1-3. Автор единственной шайбы в составе трактора Егор Фатеев отмечает – несмотря на неудачные игры, надо верить в свои силы. Оставлять все силы на площадке, и все получится. Если придут голы, и все будет хорошо, будем выигрывать. После этих поражений вновь появляются слухи об отставке главного тренера трактора – Петериса Скудры. А по мнению экспертов, к нему накопилось много вопросов. Видно, что сейчас у него пока нечь получается именно с трактором, не работают его методы. Мало забивает трактор, одно звено, да, только играет. А не очень хорошее большинство, малых шайб. При этом специалисты отмечают – есть претензии по игре и к хоккеистам. Они передерживают шайбу и медленно проходят в среднюю зону. Шайба не должна держаться у игрока. Она должна двигаться. Почему двигаться? Потому что вот эти перемещения шайбы, она путает действия защитников, обороны соперника. Поэтому если быстро шайба передвигается, да, еще мы двигаемся, они просто не успеют. Однако в руководстве клуба отставку Петериса Скудры не подтверждают. Генеральный директор Борис Витгов отмечает – сейчас рано делать выводы. Команда в этом году обновилась на 80%. Она находится в стадии становления. К тому же черно-белые на данном этапе провели больше всех игр среди команд КХЛ. Именно это нам сейчас мешает, эта усталость. Она накопилась. И у нас нет вот этого перерыва, чтобы команда восстановилась как следует и начала свой новый марш басок успешный. Исправить эту ситуацию в клубе планируют в конце октября, когда паузы между играми станут продолжительнее. Ближайший перерыв будет у черно-белых в начале ноября. Кадровые изменения в челябинском спорте. Дзюдо и волейбол получили новых руководителей. Директором Центра олимпийской подготовки под дзюдо стал Олег Мухамедзянов, ранее работавший первым заместителем министра спорта области. А президентом женской волейбольной команды «Динамо Митар» стал Виталий Носов, известный в прошлом российский баскетболист, призер чемпионатов мира и Европы. Как обстоят дела в челябинском клубе, смотрим далее. Александра Аганезова отрабатывает прием мяча. Она либера команды. И защитные функции ее основная работа. 21-летняя волейболистка только в этом году пополнила ряды челябинской команды. Александра воспитанница динцовского волейбола, чемпионка Европы среди девушек до 18 лет. В прошлый год спортсменка выступала за северянку из Череповца, высшей лиги А. Теперь она в суперлиге. Защищает цвета «Динамо Митар». Команда обновилась. Состав был способный у нас. Подобрался очень много молодежи. Но мы боремся. Так что задачи нам поставлены. Я думаю, что они вполне выполнимы. Так что у нас все получится. В прошлом году челябинская команда заняла предпоследнее место в суперлиге. Поэтому в руководстве решились на серьезные изменения. Пришел новый тренер Денис Матвеев. По ходу межсезонья состав радикально меняется. Команду покинуло 9 человек. Из молодежного состава к тренировкам в основной команде приступили 4 молодые воспитанницы челябинского волейбола. Клуб пополнили 6 игроков из других команд. Среди них Татьяна Маркевич. Она капитан национальной сборной Белоруссии. За ее плечами выступления в турецком, румынском и французском чемпионатах. Я знаю, что очень большие задачи стоят перед клубами. Так как они в последнее время были в конце таблицы. И основная задача это попасть в восьмерку. Хочется помочь, посодействовать этому, чтобы дальше челябинский волейбол продвигался дальше. Сегодня игроки «Динамо Метар» принимали на своей площадке одного из лидеров чемпионата – «Енисей». Следующая игра пройдет 28 октября в Москве против московского «Динамо». Чтобы ближе познакомиться с новым президентом клуба «Динамо Метар» Виталием Носовым и узнать, какие же цели он ставит перед клубом, мы пригласили его в студию. Вместе с ним у нас в гостях главный тренер команды Денис Матвеев. Здравствуйте. Здравствуйте. Виталий Евгеньевич, ну конечно, первый вопрос – это про смену рода деятельности. Вы были высококлассным баскетболистом, потом функционером, тренером, а сейчас женский волейбол. Как происходит смена? Ну, смотрите, я закончил карьеру 16 лет назад баскетбольную, и после этого получил еще одно высшее образование экономическое – специальность менеджмент спорта. Проработал в разных баскетбольных клубах, но в должностях практически на всех. Я был и менеджером по рекламе в одном клубе в Химках, я был спортивным директором в «Спартаке Владивосток», занимался селекцией. Я был тренером женской баскетбольной команды два года, и этот опыт, я думаю, считаю для себя самым важным, потому что 15 девочек, каждая из которых звезда, и тренеру я, Денису, очень завидую, с одной стороны, с другой сочувствую, потому что это очень нелегко. Самое интересное и самое важное, что я знаю, как проходит все бизнес-процессы в спортивных клубах, я работал в лучших клубах баскетбольных, как там все происходит, какие коммуникации, как нужно общаться с сотрудниками, с спортсменами, необходимость для игроков, что нужно им, как должно работать офис, у меня есть четкое представление. Когда вы пришли, была пресс-конференция, и вы такую долгосрочную цель, грубо говоря, поставили – попадать в пятерку и играть в Еврокубках. Как реализовать это? Ну, понимаете, как для того, чтобы играть в Еврокубках, нужны деньги. Я абсолютно точно уверен, что волейбольная команда «Метар», «Динамо Метар» не должна существовать только на бюджетное финансирование. Моя мысль, что нужно попытаться, чтобы к нам лицом повернулся бизнес. Но я думаю, что возможно, на самом деле, обратить на себя внимание результатами, пойдут результаты, и в том числе обратятся. Вы тут понимаете, как результаты, они есть в школе. Доведя детей до возраста, команды мастеров, они набираются сил, и, естественно, если девочке ей предлагают в 10 раз больше денег, она уходит в другую школу. Но мы же все равно гордимся ими. Катя Гамова давным-давно не играет, уже закончила карьеру, но весь Челябинск гордится ей, вся страна ей гордится. Это мой кумир. Ее знают все, ее знает весь мир. Женя Старцева играет в Казани, получает огромные деньги. Я думаю, что она получает сейчас больше, чем бюджет всего нашего клуба одна. На самом деле, сейчас сама структура школы есть, а дальше выход для мастеров, роста именно этих игроков, мастеров, заслуженных и так далее. Здесь не создана пока той структуры профессиональной в клубе, которая бы именно удерживала на этом уровне этих девочек, которые могли бы в дальнейшем давать серьезный результат на России. Поэтому этим пользуются многие клубы Суперлиги, переманивая их в другие более серьезные топовые клубы. И вот в этом причина. Поэтому для того, чтобы именно создавать подобную модель, мы, конечно же, должны тоже думать и о профессиональном клубе «Динамо Метар» в нынешних условиях, создавать именно его статус как профессионального клуба, конкурирующего в данной спортивной среде с топами. То есть здесь вот основная такая задача, как я вижу. В прошлом сезоне многие отмечали, что команде не хватает в мелочах. Проигрывали где-то, не могли лидеры взять на себя игру, повести за собой, где-то не хватало уверенности. Как в этом сезоне меняете? В понятии мелочах, я уже всегда говорил, понятие мелочи – это как раз-таки мастерство. Вот эти все мелочи – это уже опыт определенной заслуга именно этого игрока, прийти к тем и тем. Мелочей в жизни нет. Ни в спорте, ни в жизни, нигде их нет. Это все, что я повторяю, накопленный опыт, база. Поэтому, когда такие есть вещи, значит, говорит о том, что уровень мастерства нужно повышать. Повышается он, опять же, благодаря определенному процессу, определенному объему, плюс определенные спарринги или матчи тяжелые, которые вводят игрока уже на другой уровень. Но, опять же, прежде чем одно дело выводить и в играх, другое дело – создавать условия для роста. То есть, грубо говоря, допустим, если у тебя нет в условиях конкурентной среды… Во время тренировочного, вы говорите, да? Да, тренировочного процесса, у тебя нет средств восстановления тех же элементарных или определенные фармакологические какие-то вещи, которые позволяют спортсмену держать себя в тонусе. То есть, вот эти все… Ну, сейчас это уже не мелочи, это же совершенно серьезные вещи для спорта высших достижений, которые спортсмен должен восстанавливать. И эти моменты, они на самом деле имеют место быть, потому что на одном таком желании и стремлении в наше время проехать сложно. В этом году, обнулив так команду на 80%, сразу, чтобы команда играла, это очень так должно сложиться все. И так раньше начали сезон на месяц раньше, чем все остальные клубы. То есть, для того, чтобы именно сыграться, определенные взаимодействия наработать и так далее. Поэтому он в этом году как раз, я считаю, наоборот, вопреки всем тем условиям и скептицизмам, которые витают, девочки на самом деле очень неплохо показывают результат. Виталий Евгеньевич, но какие ближайшие изменения произойдут? Может, уже есть конкретный план действий? И вот мы лежать, через месяц будет вот это, через два, вот другое. Изменения в структуре клуба точно произойдут. Произойдут кадровые изменения в руководстве. Денис великолепно управляет командой, естественно, но мы не будем, я вообще не считаю необходимым. Я очень рад, что в этом году, в прошлом году подписали его и очень надеюсь, что мы здесь будем долго и успешно работать. Первая задача – это у нас долги по зарплате. У клуба огромный профицит средств, и мне нужно разобраться, я начинаю потихонечку разбираться. Меня больше всего вдохновил тренер, отношение команды к тренировкам, отношение девочек к тренировочному процессу, несмотря на то, что они там уже несколько месяцев не получают заработную плату, не по своей вине. Это, ну, на самом деле, ты не можешь управлять, это очень сложно управлять людьми, не получающими заработную плату. Ну, нет автобуса. Игроки добираются на матче своим ходом. У нас одна девочка живет в другом районе, и ей 50 минут нужно общественным транспортом добираться до зала. Нет, у команды нет раздевалки своей. То есть раздевалка есть, но после каждой тренировки они должны забирать все свои вещи, все свои кеды, садиться в маршрутку и ехать назад. Это абсолютно непрофессиональное отношение. Это будет изменение? То есть автобус, раздевалка? Это уже началось, помимо того, что они действительно тренируются, ну, они тренируются по 5 часов в день, не получая зарплаты, ездя на автобусах, там, да, там, ну, они еще и красивые. Я, в принципе, хочу сделать их, ну, лицом города. Желаем вам побед и больше хороших результатов. Спасибо большое. Спасибо. Далее реклама, еще много интересного, не переключайтесь. Это программа «Весь спорт» и мы продолжаем. В следующем году Челябинск примет крупные международные соревнования «Игры Брикс». Об этом сообщил президент России Владимир Путин на международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава». Столица Южного Урала проведет соревнования по шести видам спорта, хотя раньше состязания проводились максимум по трём. О том, как готовятся наши атлеты, где пройдут соревнования и насколько важно для региона проведение этих стартов, смотрите в следующем репортаже. Боксеры Челябинской области готовятся к чемпионату России. Он пройдет в начале ноября в Самаре. Кто-то из них сможет представить национальную сборную на играх Брикса в 2020 году. Специалисты отмечают, предстоящие соревнования будут конкурентными, ведь в странах, которые примут в них участие, бокс очень развит. Пока состав не определен, но в Челябинской области есть спортсмены, которые могут достойно выступить на этих соревнованиях. Из молодых Алексей Киселев, чемпион Европы, потом еще Всеволод, Шумков, и из легковесов это Худаян, Эдмонд, ну и еще ребята, которые... Мы ставим свою целью молодежь за действие. Игры Брикс пройдут в Челябинске в июне 2020 года. Организаторы говорят, это будет мини-олимпиада. В соревнованиях примут участие более 600 спортсменов в возрасте от 15 до 22 лет. Из России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. В рамках игр придут состязания по боксу, женскому волейболу, баскетболу, самбо, ушу и настольному теннису. Это крупные события, которые в Челябинской области пройдут и которые имеют определенный статус и значимость для нашего региона. Это, во-первых, популяризация вообще в физической культуре спорта, а также, конечно, повышение имиджа Челябинского области на международной арене. Соревнования пройдут в различных спортивных комплексах Челябинска. Бокс в манеже Уралгувк, волейбол во дворце спорта Митар Спорт, баскетбол на открытой площадке дворца пионеров Крупской. Там же, но в спортивном корпусе, будут состязания по настольному теннису, а ушуисты будут во дворце спорта Юность. Турнир по самбо состоится в центре олимпийской подготовки подзюдо. В нем примут участие гости соревнования, а также сборная России и команда Челябинской области. Директор спортивного комплекса Олег Мухамедзианов отмечает, Этот турнир поможет показать другим странам прелесть этого вида спорта. Перед играми проведут небольшие изменения в зале. Требования не сильно отличаются, но понятно, что ковры, что другие табло будут приобретаться. И все это останется в наследии для развития борьбы с самбо. Награждение победителей и призеров соревнований, а также торжественная церемония закрытия игр пройдут на ледовой арене «Трактор» в крупнейшем регионе спортивном комплексе, который уже становился площадкой для проведения значимых международных спортивных соревнований. Ну а теперь переходим к награждению победителя, которому мы подарим вот этих два билета в кино. На прошлой неделе мы задавали вопрос, сколько голов забил форвард Челябинска, Игорь Беляков и Надежда Фотт, у нас в студии, которая знает ответ на этот вопрос. Сколько же, сколько, Надежда? Семь. Правильно, ответ 7 мячей забил. Надежда была первая, кто ответил на этот вопрос, ответил правильно. Откуда вы знаете такую информацию, нетипичную для девушки? Мы отвечали вместе с мужем, участвовали в вашем конкурсе первый раз и к удивлению выиграли. Это классный подарок будет к нашей свадьбе. Супер, держите билеты вам. Мы поздравляем вас с вашей свадьбой и сходите на Джокера обязательно. Участвуйте в наших розыгрышах, мы их проводим достаточно часто и может быть именно вам улыбнется удача и вы так же, как и Надежда, с первого раза сразу выиграете приз. А теперь вопрос этого выпуска. Итак, какие виды спорта будут представлены на играх в БРИКС-2020 в Челябинске? Свои ответы присылайте на почту vs.sobaka1obl.ru И не забывайте указывать номер телефона, чтобы мы с вами связались. Ну а в конце небольшое видео, которое доказывает, что в спорте порой происходят невероятные вещи. В чемпионате Уругвая вратарь забил гол ударом со своей половины поля и принес победу своей команде. Ну что же, всегда верьте в свои силы и удача вам обязательно улыбнется. Увидимся через неделю. Всем продуктивных и спортивных выходных. Пока.